Так, очередная поделка. Скорпион уже в большом размере. Сейчас размер его скажу. То есть он 25 сантиметров в длину, 23 в высоту и в ширину 20 сантиметров. Сейчас кратко объясню, что к чему. Ну, лапы понятно, из свечей также старых приварены. Щупальца. Из гаечного, то есть из куска профиля, пустотелого, к нему приварен кусок ключа, огрызок. То есть примерно пол ключа. Внутренняя часть выбрана для более правдоподобного, так скажем, вида. Сделаны насечки изнутри и снаружи. Аналогично вторая. Голова из нижней шаровой опоры. Через переходные трубки срочена с основным телом. По принципу точно такому же, как изготавливался паук. Но это из гвоздей. Это наплавлено сваркой глаза. Не стал заморачиваться, приваривать гвозди. Хвост сделан из цепи. Не знаю чего, какая-то автомобильная. Жало на конце. То есть сам шар, это от рулевого наконечника. Внутренний шар. Это болт. Сейчас покажу. Куда-то я его делал. В общем, длинный болт. Затачивался. И загибался в тисках. Вот такой вот вид. Теперь панцирь. Панцирь сделан из трубы большего диаметра, чем основное тело. То есть труба, которая одевалась на вот эту трубу. Вырезана, распилена примерно пополам. Сделаны насечки болгаркой распилы. По распилам она сгибалась молотком, также на тисках. Чтобы придать не просто пологую форму, то есть горизонтальную, а немного, так скажем, объема, чтобы объем придало. Сам панцирь будет краситься в красный цвет. Сам скорпион будет краситься в черный. Потом единственная задача моя будет это приварить уже покрашенный панцирь. Тут буквально две прихватки будут в районе хвоста и здесь где-нибудь. И никуда он уже не денется. То есть без панциря видно вид не очень-то такой правдоподобный, так скажем. А панцирь уже придает совершенно другой вид. Скажу ближе. То есть вот вот так он будет выглядеть. Также этот скорпион будет не просто сувенир, а светильник. то есть патрон патрон и провод. Провод пропускается через вот это отверстие, то есть просверлено, пропускаем провод, закрепляем патрон и патрон будет уходить вовнутрь. То есть примерно вот так это будет выглядеть. Но потом покажу, как это все уже будет в готовом виде выглядеть. В принципе, я думаю, понятен. Можно эту лампочку заменить на большую лампочку. То есть патрон взаимозаменяемый. То есть тут уже кому как угодно. Также данный светильник имеет настенное крепление. Приварены четыре шайбы. То есть на двух задних и на двух передних лапах. Крепим по такому принципу на стены, на саморезы. Четыре самореза. И все это дело прекрасно, великолепно держится. В общем, покрашу и потом покажу, что из этого получилось в итоге. Так, скорпион просох. Прошло где-то около 10 часов. Сейчас необходимо интегрировать патрон внутрь. Для этого я буду использовать стекольный герметик для вклейки стюхом и праймер, идущий в комплекте. С праймером смазываем сам патрон. ждем 10 минут и наносим герметик. После чего вставляем патрон внутрь и даем время засохнуть. праймер нанесен. Я обычно жду 5 минут. После этого наношу герметик. В общем, скорпион высох. Поставил 5-ваттную лампочку. Вот так он смотрится с креплением на стену. Прикреплен на стену. 5-ваттной лампочки достаточно, если используете в роли ночника. Если хотите использовать в роли полноценного светильника, можно заменить на любую лампочку вплоть до 150-200, то есть влазит. Патрон позволяет. Вот так вот выглядит на стене. Сюда можно что-нибудь приспособить, вешать. Тут уж на ваше усмотрение. В общем, проект закончен. Те, кто желает приобрести, пишите в личку. Договоримся по цене, по отправке. Продолжение следует...